Я насчет второго пункта, насчет того, что вакансии имеют большую энергию образований, поэтому их нет. Но вакансии образуются не при комнатной температуре, а при температуре синтеза графена. То есть это 1300 кельвина. А при такой температуре вероятность образования вакансии при такой энергии, она достаточно большая. Получается, что вакансий достаточно много уже в самом начале получается. Но и это подтверждается. Мы это не участвовали. Углерод растворенный в меде. Вот это похоже на основной результат, что вы видите углерод растворенный в меде. Пожалуйста, еще. Если бы монослойного или даже менее чем монослойного покрытия золота на графен, могло бы увеличить коррозионную стойкость из покрытия конечного? Ну вот, в данном случае был однослойный графен нанесен. И он показал высокую антикоррозионную стойкость из покрытия. То есть вы не предполагали? Я показывал эти результаты. Дополнить. Не надо смотреть. Там, где спектры рамана и кислорода. Вот там есть линия кислорода. Все в порядке? Он говорит, я мало этим занимаюсь. Он говорит, я мало этим занимаюсь. Анализ вот лимния кислорода. Лимния кислорода. Вроде хорошо. В 12-м, где-то в начале. Там, наверное, экспресса где-то. Вот этот. Да, вот этот. По лимнии кислорода не проводился анализ. И по КР еще один вопрос. Это если на самом тексте рамана и кислорода, имя кислорода, а не только форсинвестенция. Хотел сказать, что, в принципе, этот анализ неполный, как я потом уже выяснил перед отъездом на конференцию. На самом деле, вот, был вопрос, связанный о том, что, значит, ажеспектр, насколько, значит, вообще интересный и чувствительный. Так вот, оказалось, что вот эта вот линия, Копром-ЛМН, она очень чувствительно оказывается к окислению. И вот, приеду я это обязательно еще раз посмотрю, вот, потому что я как раз такую работу нашел перед самым отъездом. И, на самом деле, это, значит, важно для изучения, значит, окисления меди с помощью рентгеновских фотоэлектроновских. Очень интересный доклад. У меня есть одно такое помещание и вопрос. Значит, помещание, ну, насколько я знаю, из литературы, собственно, люди говорят, что коррозия, она как раз и идет с разделов. То есть, если у нас имеется поликарцифический графин, собственно, а вот именно из-за этого у нас начинается идти разрушение структуры. То есть, именно с чистым графином все нормально должно, собственно, как и показано. А вопрос такой, вы не смотрели вот именно, не думаете об этом, смотреть графин в более агрессивных средах? Потому что, как он соотъявляется, собственно? Пока нет, но, значит, вот... Потому что это очень важно, на самом деле. Пока смотрели только на воздухе. То есть, по нефти, да? А вот влажность воздуха как-то учитывалась в Ваших экспериментах? Известно, что пары воды могут изменять процесс коррозии поверхности меди. Вот это понималось рассмотрение? Вот смотрите, значит, у нас было два типа образцов. Значит, одни были в эксикаторе, одни просто на воздухе лежали. В чем разница эксикатора и воздуха? Нету разницы. Там был воздух, там были пары воды. Не было разницы, мы не заметили разницы. Нет, хорошо, а по химическому составу, в чем эксикатор от воздуха отличается? Из эксикатора нет воды. Нет воды. Что? Нет воды. Равновский спектр, они подтверждают, что здесь есть графин. С другой стороны, по ХПС, в предыдущем докладе мы видели замечательный НИКЗАВ-спектр. А у Вас НИКЗАВ-спектра, подтверждающего наличие графина, практически нет. Тот спектр, который мы видим, соответствует не графену, а углероду. Он больше похож на карбидное какое-то состояние. Вот эти вот зеленые, синие. Вот этот вот спектр. Да, вот этот вот. Вот этот вот спектр, который сделан графен на СО2. Да. Он очень похож на то, что нам показывал вот сейчас Дмитрий. Ну и что? А Ваш спектр тоже на металле, тоже на металлу. А Ваш спектр на графену не похожи. Почему? Вот то, что у нас наблюдаются расщепления. То, что является расщеплением, у нас совершенно различное отношение ПИ-Сигма, меняется вся полоса, Сигма уровень тоже куда-то исчезнет. Показывает, что если у нас углерод проникает в медь, то у нас сдвигается вот этот вот список. Углерод проникает? Это состояние углерода? А графен же сам в медь не проникает? Углерод не в медь. Он направит графена. А, это углерод, который часть графена. Да, да, конечно.